Семья Мамыровых переехала в Казахстан из Китая в суровых 90-х. Это сейчас у них большой семейный бизнес по производству национальной одежды. А начиналось всё с импорта и перепродажи тканей из Поднебесной. Идея шить камзолы и платья пришла Фариде. Ушли годы на то, чтобы её фирменная одежда нашла своего покупателя. Большие заказы у авторской мастерской пошли после того, как Фариде предложили сшить национальную одежду для президентов СНГ. Прошло почти 20 лет, сейчас компанию знают не только в Казахстане, но и за пределами республики. «Первый раз я видела нашего президента на Курултае казахов. После этого меня как предпринимателя приглашали на торжественное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. Уже на третьей встрече это тоже был Курултай. Я смогла обратиться к Илбасе с предложением развивать лёгкую промышленность, а именно искусство валяния войлока. И вот спустя какое-то время мы можем говорить, что это не просто слова, а идея, которая сбылась». В начале 90-х семья Мамыровых даже представить себе не могла, что их бизнес выйдет на такой уровень. Собирая свои вещи, ещё в Китае они могли мечтать лишь об одном – вернуться на историческую родину и обзавестись собственным жильём. Теперь Чита Мамыровых мечтает женить двоих сыновей и воспитывать внуков. «Мы очень ждали, когда же Казахстан объявит о своей независимости. Когда бывшие союзные республики объявляли об этом, мы с нетерпением ждали, не переставали смотреть новости по телеканалам. Хотелось быстрее услышать эту новость. Как только это произошло, мы стали собираться в путь и смогли переехать сюда через год. Мы твёрдо решили, что будем жить на своей родине. И, конечно, нам бы было тяжело, если бы не политика нашего президента. Нас, по сути, здесь никто не ждал. Но у нас получилось встать на ноги». Увидеть лично президента и поделиться своими идеями смогли и молодые представители этноцентров Казахстана. Но цель поездки на встречу с Нурсултаном Назарбаевым была совсем другая. Анна Арикелян и ещё шестеро молодых ребят поехали в Астану на 26-ю сессию Ассамблеи народа Казахстана для того, чтобы сделать специальное фото. Такой же снимок был сделан в Алматы в 98-м году на одной из первых сессий организации. «Он был очень вежлив. Видно было, как человек умеет разговаривать с детьми. Никто из детей не заплакал абсолютно. Все его послушали. Он выстроил всех где-то. Так, ты сюда встанешь, ты сюда встанешь. В этом плане, конечно, очень было легко. Мы ждали президента. Мы с друг другом немножко пообщались, спросили, как у кого жизнь сложилась. И действительно, наверное, это единственная страна, где можно встретить столько этносов, чтобы все дружили, все с друг другом общались и вообще нету никаких расприи и нету никаких разногласий в плане религиозных, национальных вопросов. Вот это всегда мне нравилось». Кстати, на сегодня в Казахстане проживает 130 этносов. Амина Абдрахманова, Валерий Толбалдеев, Арсен Сандебаев, телеканал Алматы. Валерий Толбалдеев, Арсен Сандебаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова